Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации включительно до 9 июня. Также, согласно решению Кабмина, после 12 мая в Латвии будет отменен или ослаблен целый ряд ограничительных мер. Однако, часть обязательных требований останется, в частности, включительно до 9 июня. В общественном транспорте, в том числе и городском, можно будет находиться только в защитной маске. Принято решение требовать от пассажиров в общественном транспорте в обязательном порядке носить защитные маски на лицо и на рот. Что такое защитная маска? Защитная маска означает любая многоразовая ткань, которая может надета быть. Не обязательно медицинская какая-то маска, но также может быть какой-то другой предмет, который закрывает нос и рот. Мы также не будем брать на борт пассажиров, которые будут без этой защитной маски. И это будет приравниваться как отсутствие билета. То есть, по большому счету, человек пришел на остановку, одел маску? Да. Дмитрий Родионов отметил, что следить за выполнением данного требования будут кондукторы и контролеры. Контролеры и кондукторы будут также носить защитные маски и будут требовать от пассажиров, чтобы они тоже надевали. И будут просить людей, если у кого нет этих защитных масок, выйти с общественного транспорта. Аналогичные требования будут относиться и к пассажирам на региональных маршрутах. И неважно, вам нужно проехать одну-три остановки, например, человек едет на дачу, или билет приобретен до конечного пункта назначения. Маска должна быть. В противном случае у водителя есть полное право закрыть перед вами дверь автобуса. Вот у нас как раз вышло распоряжение такое, от 8-го числа, правда, еще оно было, да, но сегодня его разослали к перевозчикам, да, и это вот получается, что распоряжение социальных смс-министрей. Получается так, что мы будем вынуждены просто не допускать к поездке пассажиров, которые категорически отказываются одевать маску или что-нибудь вместо маски, да, как я говорил, выше шарфики или платок. Следует отметить, что с 12 мая перестанут действовать ограничения на количество пассажиров в салоне общественного транспорта. Но в то же самое время, если кабина водителя не отделена от салона, пассажиры все равно не должны занимать места сразу за водителем. Автотранспортная дирекция просит пассажиров оценивать необходимость поездки и, если это возможно, выбирать альтернативные возможности передвижения.